Привет! Меня зовут Маргарита, и недавно я получила водительское удостоверение. Я могу водить! В Петербурге можно легко жить без машины, потому что здесь хорошая система общественного транспорта. Каждый день я езжу на метро, автобусе, трамвае или маршрутке, а также иногда заказываю такси. Это недорого и очень удобно. Недавно я решила научиться водить и получить права. Так в разговоре мы называем водительское удостоверение. Сначала я пришла в автошколу. В автошколе вы изучаете правила дорожного движения и дорожные знаки. Потом я училась водить со специальным преподавателем, инструктором. Всего 21 час. Мы учимся водить на автомобиле со специальным знаком «У» – ученик. После обучения в школе я сдавала экзамены. Первый экзамен – теория. На этом экзамене компьютер проверяет, как хорошо вы выучили правила дорожного движения и дорожные знаки. Я долго готовилась к экзамену, поэтому сдала его легко, без ошибок. Второй экзамен – само вождение. На этом экзамене вы показываете, как вы умеете водить инспектору ГИБДД. ГИБДД – это страшное слово. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Петербург – большой город, поэтому, когда я не знаю, как проехать, я часто использую навигатор. Я пишу адрес. Сейчас мы поедем домой. Навигатор предлагает мне удобный маршрут. Маршрут построен. Да, здесь дорожные работы. Но небольшая пробка на мосту. Ну, 37 минут. Поехали. Поверните налево, а затем поверните направо. Спасибо. Ну, куда ты едешь? Куда ты едешь? Паршрут перестроен. А, блин, куда я еду?